всем привет друзья наконец-то пришло время и да и до заготовки сена я вам говорил что я куплю готовое вот такие вот небольшие красивые молоденькие тючки сейчас сейчас их тюкуют я заказал 60 штучек мне хватит сена меленькая свеженькая хорошенькая вот так валяются сейчас приедет трактор тракторец небольшой и мы сванюшка их будем грузить ну где-то может килограмм по 17 не супер тяжелые но зато хорошие и по месту так что вот такие вот дела красота мне нравятся хорошенькие ровненькие а то бывает какая-то это проблемка забивается это да и и это получается двойной а так прям аккуратненькие такие ровненькие хорошенькие свеженькие некоторые некоторые тюки с этим с очередом но это туда в ту сторону а в эту сторону все хорошенькая мелкая но я думаю что 60 штучек мне хватит в общем идем сейчас за трактором и будем будем грузить и перевозить вообще красавчики ровненькие вот так вот и будет свеженькая сена и свинюшками просто подстилать не знаю получится ли у меня заготовить еще в этом году но как бы где-нибудь найти купить соломы это тоже было хорошо нужно по объявлениям посмотреть но и это же где-то бы 50 тюков соломы взял сена заказал 60 тюков как-то так дядь миша приехал сейчас будем грузить на вот такой маленький прицепчик вот так вот говорит что 20 штук вмещается он отсюда тоже возил он взял этот ну короче грузим вот так друзья маленький такой прицепчик но получается что вместилось в него 20 тюков три раза сейчас приедем вот так затянул дядя миша и красота а вы сейчас их напополам поперерезай это дядя миша все короче красота мне нравится сейчас раз два три и сено и сено все дома красивенькая зелененькая говори дядя миша а да т-012 да дядя миша говорит т-012 такой маленький тракторец а на видео кажется еще меньше прямо игрушечной а так вообще хороший дядя миша им и картошку копает и козь и козь этишним да и подгребает короче навесного всякого накупил вот сам прицепчик сразу сделал вот такой вот красота ну поехали вот так тут на самом деле недалеко так что трактор едет а мы за ним пешочком сейчас будем загружать а вот так выглядит пресс-подборщик которым тюковали а воно всегда вот так а стоять все а мы едем в рычки дальше собирать шара просто неимоверная можно с ума сойти загрузили еще двадцать ой что-то дергается нам на пути попался что-то с прессом может что-то не так было или волок был сильно большой посмотрите какой тюк двойной ну мы же считаем считаем повстучно так что вот такой один большой тюк все это уже 40 так на самом деле все быстренько если б не жара было бы вообще все хорошо а так ладно еще разочек приедем и все тогда перевезем мы сейчас высыпаем возле двора возле двора возле ворот короче вот так все вот смотрите вот стандартный тюк а вот какой красавчик он у нас на пути так и мы его тоже забираем все уезжаем такой на самом деле маленький прицеп чеки так много вмещается сена все за три ходки забрали забрали все сено тюк мне не знаю говорил или не говорил тюк мне полу по 50 гривен продали но это можно сказать прям прям с поля сам сами собирали а там где это не то место что я договаривался помните ездил оттуда что-то мне не звонят я им написал они мне не переп ну не ответили так что я уже не буду ждать тут подвернулась возможность поближе ну я взял все вот такие дела тоже же опять вот такой большой один тюк вот такая большая куча получила стена мы сейчас мне сейчас нужно отправить посылки я сейчас быстренько запаку яйцо и съездим а ваня говорит но я буду сейчас возить короче пока мы туда-сюда съездим ванечка наверно чуть-чуть перевезет ну а я вернусь вон он уже едет с тачкой а ну сейчас нужно проверить сколько вместится в тачку два тюка наверно два ты уже висел или первый раз первый раз я кабачки а ага этим гусям кабачки внарезал да молодец наверно два вместится да ты думаешь а ну пробуй аккуратно только веревка чтоб не поснимал потому что не знаю почему но всегда на тюках не не наверно туда надо в яму вот так вот да еще один и все нет по три не получится ванюш нет по два бачишь да вот по два потому что тебе и неудобно будет маневрировать тачкой а ну задом будешь ну дивись так я врубаюсь на ту машину на темно а ну все тогда ой надо ее убрать сейчас ее уберем короче друзья я в шоке Ваня с каждым днем становится все больше старше и сильнее и в общем нас не было где-то час а Ваня говорит блин чуть чуть не успел чуть чуть не довозил смотрите было 60 тюков и вот осталось 2 4 6 8 10 и в тачке да короче молодец молодец Ванюшка хвалю большая тебе благодарность давайте я говорю я ему говорю давай я довожу он говорит нет я сам довожу ну вот так я никогда Ваню ничего не заставляю но при этом могу что-то попросить ну вот как раз в этот в этой данной ситуации я его не просил возить тюки он решил сам спасибо большое ладно сейчас все довезем и это покажу что там получилось все навали а еще я же поездил на почту отправлять посылки с яйцом отправил три посылочки и получил посылку что я могу сказать человек продает это мне подарок на день рождения у меня скоро день рождения через 9 дней Танюш спасибо большое яйцо пришло но отправила мне не Таня а просто заказала мне на подарок яйцо у человека который этим яйцом занимается посылочка посылочка неподходящая для яйца потому что не сильно не сильно понятно где верх Денис посылка квадратная ну то есть длинная короче не ясно сейчас буду смотреть это я веду к тому что возможно яйцо ехало верх ногами поняли о чем я вот так а здесь должно быть яйцо у Хей-Люй вот лоточек 10 штучек ну и все там больше ничего нету ну сейчас распечатаю посмотрю короче непонятненько сейчас посмотрим потому что что-то там тяжеловастенько нет просто короче сено натрамбовано все 10 так 10 вот так ну а тут тоже вот скотчем сейчас блин надо найти хоть какой-нибудь саморезик секунду вот так вот так все теперь теперь у меня полностью укомплектованы мои все три породы все сейчас смотрим что тут пришло и в каком состоянии целенькое 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 утки орут целенькое целенькое такое знаете вот туалетная бумага вот а нет это наверное салфетки короче они такие бирюзовые яйцо яйцо немножко с оливковым отливом но из-за бумаги оно кажется белым а так а так оно оливковое вот вот там оп ты шо а я к тебе положил легко я говорю легко тянет вот этот огромный длинный тюк что ты меня не позвал я помог такой большой ну смотри короче Жанюшка молодец все все яйца целые это меня радует спасибо еще раз большое вот такие вот дела все это яйцо буду сегодня закладывать это самое последнее яйцо которое я хочу закладывать в инкубатор и уже с сентября у меня ну даже не с сентября ну да с сентября это до сентября вы выведется сегодня 7 число 21 день то есть в конце в конце августа вывод закончится и все больше никого инкубировать не хочу теперь нужно будет до ума довести то что то что навыводилось да цыпочки да мои хорошие все варятся все жарятся от жары просто погода сумасшедшая ну вот так особенно вот птичка которая вся в перышках им конечно максимально жарко особенно особенно не водоплавающий потому что водоплавающий хотя бы в воде там поковыряется поплавает покупается а этой прям жарко все это не трога это яйцо вот такие вот подарочки начинают приходить на день рождения спасибо большое и еще не показал вам это вода дистиллированная это у меня инкубатор работает а лоточки так что кому нужно кому нужно яйцо можете спокойно заказывать тут 620 но уже не 620 уже сейчас это уже 600 я уже одну одну полосочку использовал вот так так что очень очень хороший лоток я заказывал немножко другой они мне написали что тот который я заказывал нету а есть вот этот наличии сказали что он жестче короче пришел этот но мне нравится и этот закрывается удобно я также все яйцо окутываю при отправке в этот в бумагу ну и яйцо даже не шевелится вот так хотя сегодня сегодня мне одна зрительница которая заказывала яйцо написала что так вот Вот ты так и написала, что упаковка отличная, но кажется, что на почте играли ею в футбол. Это первый раз так, и один лоток сказала побитое яйцо полностью. Это неприятно. Хотя я пакую очень хорошо, очень хорошо. Прям куча разного уплотнителя в коробке. 5 лоточков, ну в основном 100-150 заказывают яйца, или там чуть меньше. Это небольшая коробка, у меня коробка получается большущая, потому что уплотнителя много. И картоном, и пупыркой, короче, всем, чем можно. Ну вот так. Все, давай. Парень так разожжил. Я пытался все поднять, но не получается. Погнулся. Ой. Короче, мы сейчас потеряем. Потеряем двойной тюк. Бери. А все. Снялось? Нет, ну почти да. Короче, вот так его покрутило. Ну а что делать? Давай пополам. Давай. Законю все. Так он. Стоп. Стоп, это надо видеть. Тюк превратился в знак. По S. В знак доллара. А, да? Посмотрите. Вот такой. Измей. Да, короче, его перекрутило. Вот это тот большой тюк, которых два было. Ну ладно, его сейчас по кусочкам, Вань, и это. Что за раздовый зуб? Так, а он сейчас рассыпется, мы же его не возьмем. Я тебе говорю. Падает. Ваня говорит, я его сейчас за раз заберу. Ложи. А я давай хотя бы пригрожу, что ли, я не знаю. Я, короче, вот так. Тяны. А? Тяны. Так. Все. Это последний тюк. Из войны. Он развалился. Все, хватит. Сейчас в бокса уйдет. Да. Все. Не стабильно. Не стабильно, кучка. Ну вот так, все. Ну и все, ребят. Хочу похвалить очень-очень Ванюшку. Ванюшка, ты большой молодец. Правда. На самом деле, это очень-очень приятно, когда есть помощник. При том, что он, когда начинает что-то делать, он говорит, мне надо помогать, я сам, я сам. Он такой, наверное, смалку. Ну, как только начал разговаривать, всегда говорит, я сам, я сам. Ну, вот так. Короче, посмотрите, какую красоту тут сделал. Все сложил ровненько. С вот этими двумя большими тюками здесь 60 штук. Мне, я вам, ну, как бы, хочу сказать, как есть. Я, ну, как бы, кроликов держу, но в зиму, наверное, я вообще их не буду держать. Уберу. Потому что у меня будет очень много опоросов зимой. И мне будет-то совершенно не до кроликов. Ну, и я в основном всех кроликов распродал. У меня только сидят крольчихи 3 штуки. И там 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 малышни. Вот из вот того большого поголовья, что было, вот осталось столько. Я планирую их всех-всех продать, потому что зимой буду заниматься поросятами. Это сено не для кроликов, это сено для свиней. Гуси убежали. На подстилку. Ну, и они свинушки будут кушать. У меня вьетнамцы, они любят сено. Вот так. И еще планирую, нужно купить еще, найти где-то соломы. Тоже подстилать, сено взял. С поля типа? Не, с поля, с пшенички. Желтое, понял? А, вот сейчас тебе и казалось, с поля чешел такое? Да, желтого надо с поля купить, соломы это, подстилать тоже. Тоже тюков может 30. Ну, я мониторю газеты. Сбачишь сколько? Ну да, 500 бы может и влезло сюда. Хотя нет, 60 до потолка 100. 200. Хотя может и влезло бы 500 тюков. Синик очень большой. Тут еще лук сохнет. А? Да? Да, вот так отвяжи и просто высыпи, я его буду сразу использовать. Это тот, который, Ваня его чуть передвинул, он тут вот так лежал. Он уже подсох, надо перебрать. Вот уже все засохло. Красивенький, хорошенький. Перебрать и уже в зиму оставить. Ну, на хранение не отправлять. То, что было зеленое, все высохло. Вот такие вот дела. Ладно, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Ванюшка, тебе большое спасибо. Ты молодец. Всем пока-пока. Пока-пока.